Спасение героинь нашего сегодняшнего выпуска не верили ни они сами, ни врачи. Галина Анатольевна и Любовь Петровна не подозревали, что когда-нибудь в жизни им поставят страшный диагноз, от которого, увы, нет панацея. Однако чудо свершилось. Пациенток оперировали в пятом отделении хирургии БСМП. Здесь же им подарили надежду и новую жизнь. Мы продолжаем цикл передачи о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, об уникальном оборудовании, которое используется в клиниках региона, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасая жизни». У 65-летней жительницы Ульяновска Галины Николаевой два дня рождения. Первый, когда она появилась на свет, а второй, когда поборолась смертельную болезнь. Долго женщины не могли поставить правильный диагноз. В результате интенсивного обследования установить серьезную проблему со здоровьем все же удалось. Понадобилась консультация у онкологов. Мои дочери сказали, что жить мне в лучшем случае три месяца. И договорились с БСМП, и меня перевели сюда. На тот момент, когда меня уже сюда перевели, здесь начали интенсивную терапию, и стали готовить меня к этой операции. Тоже при подготовке к операции мы сделали еще одну операцию, там, тренирование печени, чтобы снизить, я вся была уже желтая. Вот. И потом Виктор Анатольевич сказал, что так мне, он мне тоже откровенно, зная мой такой характер, ну, может быть, почувствовав, он мне сказал откровенно, что вероятность успеха 50%. Вот. Ну, как бы мы все настроились на это, тоже терять было нечего. Вот. И, как бы, вот, ну, и что касается, а уже операции, это, конечно, высший пилотаж Виктора Анатольевича, его золотые руки, и само отношение в отделении. То есть, ну, во-первых, и как они меня все готовили, и сколько мне там переливали всего, и потом непосредственно в реанимации все, и реаниматологи, и там, и медсестры, и нянечки, все, прям надо мной стоял человек, прям за мной уходил. А уж Виктор Анатольевич в 6 утра, он уже там в реанимации, и он уже за мной там все смотрит, все следит, все старались мне обезболить и, в общем, создать мне условия для выздоровления. Наша героиня признается, операция разделила ее жизнь на до и после. Спустя долгий период реабилитации, любимую работу строителей Галине Анатольевне все же пришлось оставить. Правда, на смену ей пришел активный отдых и путешествие. Стало больше времени уделять себе, семье, внукам. Но каким путем? С того рокового дня, когда женщине поставили страшный диагноз и пророчили прожить меньше полугода, минуло уже 12 лет. Врачи, они же хотят как лучше. И они делают все возможное, чтобы они сами заинтересованы в этом. А нам нужно просто как бы быть с ними вместе и вести как бы одну линию. Любовь Филилеева перенесла подобную операцию в свои 69 лет. При первых признаках плохого самочувствия пошла в местную участковую больницу села Новосурск Инзинского района, но точного диагноза так и не услышала. Поиски ответа завели Любовь Петровну даже в частную клинику Мордовии. Некоторые специалисты оправляли на операцию в Москву, но реально помочь и успокоить смогли лишь врачи пятой хирургии БСМП. А мы сделаем вам здесь операцию. Представляете? И если я на первую операцию шла так боялась, что я не проснусь от наркоза, что мне будет плохо после наркоза. Кстати, мне не было ни плохо, ничего. Я сразу пришла в себя и все нормально было. Что на вторую операцию я шла уже без страха и риска. Хоть мне доктор и рассказал, какая она будет сложная, какая она будет тяжелая, как будет долго длиться. Я вот все эти слова вспоминаю, как вот мне в онкоцентре сказали, что это уникальные операции. Я не знаю, как вот по медицинским показаниям, я ж не медик, сказать, какая она сложная, какая она уникальная. Но то, что ее сделали уникальные люди, в этом я уверена на 100%. Виктор Бесов и Дмитрий Баринов. Именно в их руки попали наши героини. Обе без доли лезть и говорят о том, что они настоящие спасители и волшебники. Виктор Анатольевич работает в больнице уже больше 30 лет и продолжает делать невозможное. Скажите, те оперативные вмешательства, которые перенесли наши пациентки, благодаря чему стали возможны в Ульяновске? Ну, данный вид оперативных вмешательств называется панкреатодональной резекцией, когда удаляется вся головка поджелудочной железы, часть желудка, 12-перстная кишка. Данный вид оперативных вмешательств мы выполняем около 12 лет. Ну, благодаря чему? Ну, благодаря тому, что есть такие, к сожалению, есть такие пациенты, которым необходимо выполнять этот вид оперативных вмешательств. То есть мы делаем первый этап операции, ну, как вот в данном случае, мы ликвидируем механическую желтуху, которая имелась у пациента, и от которой пациент, если не делать эту операцию, он бы умер в ближайшие, ну, будем говорить, 3-4 недели. Ну, а после этого имеется, будем говорить так, короткий период времени, в течение которого необходимо пациенту выполнить второй этап операции, то есть уже радикально удалить, ну, патологический орган, после которого пациент, как правило, полностью выздоравливает и забывает о своем заболевании. Однако есть случаи, когда справиться со страшным заболеванием не могли не только врачи России, но и зарубежья. Недуг уносил жизни ни одного великого человека. Не помогли бы здесь даже огромные финансовые средства. Так мы все знаем знаменитого актера по грязным танцам Патрик Суэйзи, который умер от данного заболевания, и вся американская медицина не могла ему помочь. Мы знаем Стив Джобс, который основал эту корпорацию Apple, и который имел громадное количество денег, однако и все эти деньги не могли помочь ему выздороветь от этого заболевания. Я не хочу говорить о том, что эту операцию делаем только мы. Мы делаем маленькую часть, большое количество операций выполняется во всем мире, в Москве, в Нижнем Новгороде. Но именно нашим врачам за последние 10 лет удалось спасти свыше 20 человеческих жизней. Операция архисложная, поэтому в год на операционный стол к ульяновским врачам с подобным заболеванием попадают максимум 5 человек. Продолжение следует...